Вообще-то, когда пытаются оценить деятельность политиков, государства, правящие власти и так далее, прежде всего население смотрит на один важнейший показатель – это количество рабочих мест. Вот если правительство обеспечило рост рабочих мест, это главное, на это они работали хорошо. Если количество рабочих мест сократилось, они работали плохо. И какие потом макроэкономические показатели, какие объяснения не приводили бы, это отрицательная оценка. Что произошло у нас? В этом году очень резко начала сокращаться численность активного населения. То есть те люди, которые заняты в экономике и безработные – 60,3 тысячи человек. Это почти 5 процентов. Это огромная армия людей, которая просто выбыла из нашей экономической жизни, которая не создает УВП и не создает наше благополучие. Причем я уже как-то в прошлой передаче вам говорил, что у нас не просто общее количество сокращается, а у нас сокращается численность населения за последние десятилетия с небольшим. У нас численность активного населения в возрасте от 15 до 45 лет сократилась вдвое. То есть если общее сократилось на 1,3, то это наиболее молодые сократились вдвое. Второй момент, который тоже население очень на себе хорошо почувствовало – это впервые за три года. У нас доходы населения на одного жителя упали, сократились. То есть если был рост раньше, небольшой, но он был, то зафиксировано падение. И это парадоксальная смоция. У нас как бы пытаются все время списать на то, что мировая конъюнктура, мировой кризис и так далее. Я всегда удивляюсь, почему, например, если взять денежные переводы, которые поступают к нам и потом меняются в валютных кассах, то за 9 месяцев количество денег, которое вливается через валютные кассы, выросло почти на 15%. То есть те люди, которые работают за рубежом, они наращивают свой потенциал, а у нас те люди, которые работают здесь внутри страны, снижают. То есть получается так, что, наверное, те условия, в которых мы находимся, они не способствуют нашему развитию. Ну и основной макроэкономический показатель – это ВВП. Для большинства зрителей я могу пояснить, что наиболее простой способ подсчета ВВП – это заработная плата в целом по стране, это прибыль предприятий, это налоги. Вот это вновь созданный продукт, который создается во всех секторах экономики. И вот особенность этого года, если возвращаясь к заработной плате, то сумма денежных переводов, которые меняются в валютных кассах, она превысила уже у нас весь фон заработной платы в целом по стране. Это впервые в этом году. Теперь по ВВП. У нас пытаются говорить о том, что мы вроде бы только вступаем в рецессию, есть возможность рецессии. И вот что ВВП у нас за 9 месяцев минус 0,2%. Но это с нарастающим итогом. Ведь мы помним, что за первое полугодие у нас было 0,8% плюс, а за 3 квартала минус 0,2%. То есть у нас в третьем квартале минус 2 к третьему кварталу прошлого года. Понятно. А это уже рецессия самая настоящая. И должен сказать, что эта цифра очень сильно приукрашена. И я сейчас попытаюсь это доказать. Вот смотрите. Если мы говорим о том, что заработная плата плюс прибыль предприятий плюс налоги. Заработная плата плюс прибыль предприятий – это валовая добавленная стоимость, которая включается в ВВП. Вот если говорить о сельском хозяйстве, то у нас валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в расчете ВВП сократилась на 0,22%. А валовая продукция сельского хозяйства сократилась на 21,6%. То есть получается, что больше, опережающим. Тут можно спорить и здесь тяжело что-то доказывать. Но мне, например, непонятно, и зрителям, наверное, будет тоже непонятно, как, например, валовая добавленная стоимость вырасти на 1,5% в расчете ВВП, а при этом объем промышленного производства составил 98,2%. То есть получается промышленное производство сократилось, а выплаты заработной платы к уровню прошлого года и прибыль выросли. Это нонсенс. Строительство плюс 1,8%. В то же время строймонтаж минус 3,6%. Как может быть, если строймонтаж сократился на 3,6%, а заработная плата и прибыль строительных организаций выросли? Это тоже нонсенс. Если мы будем говорить о транспорте, показывают плюс 2,5%. Перевозка грузов сократилась на 4,2%. Грузоборот тонн на километр сократился на 3,7%. То же самое. Торговля у нас показали плюс 4,2%. То есть это очень большой рост. В то же время розница у нас выросла всего на 1%. А оптовая торговля сократилась на 1,2%. Но если розница считается в сопоставимых ценах, то оптовая торговля почему-то статистика считается в действующих. Потому что если мы будем сопоставимых, как считается ВВП, то это будет все 5% минус. Как может быть при таких минусовых показателях быть рост выше 4%. То есть я вижу, что ситуация здесь была выглядела. Когда посчитали реальный показатель ВВП, Национальное бюро статистик пришло на доклад вверх. Вверху сказали, ребята, вы чего? Мы же история успеха. Разве можно с такими цифрами выходить? Их развернули и сказали, делайте, что хотите. В принципе, методики расчета ВВП предполагают различные формы дорасчета, которые позволяют играться в пределах 5%. Вот эти 5%, по сути дела, они где-то могут быть меньше, 4-3%, я не готов как бы утверждать это. Но то, что притянуто за уши определенный объем, это точно. Вот, наверное, главные итоги, которые определяются по уходящему году. То есть мы в минусах, люди из страны бегут, рабочие места сокращаются, доходы населения падают. И списывать это только на внешнюю конъюнктуру и на падение сельского хозяйства, это нелогично. Потому что рядом есть страны СНГ, у которых плюс 4% 9 месяцев прошлого года. У них что, другая конъюнктура или другие подходы и так далее. Конечно, есть Греция, есть Испания, есть отдельные страны. Но почему мы должны быть среди самых проблематических стран? Но если сравнить ВВП на душу населения там, то она в 10 раз выше, чем у нас. То есть у них совсем другие проблемы. У них жемчуг мелкий, а у нас суп жидкий. Вот как бы разница в чем. Виктор, в завершении передачи хотелось бы услышать все-таки ваш прогноз. Как будет развиваться экономическая ситуация, ну хотя бы в ближайший месяц? Вот подведя итог всему тому, что мы сегодня сказали. Вы знаете, я бы хотел завершить на позитивной ноте. Но, к сожалению, нет факторов для позитива. И скажу почему. Нет, ошибаюсь. Есть один фактор. Этот фактор то, что наконец граждане Республики Молдова поняли, что альтернатива есть. И последний барометр общественного мнения показал, что граждане нашей страны с большей симпатией относятся уже к альтернативному проекту. А именно к вступлению Республики Молдова в таможенный союз. И во главу угла они как раз и ставят экономические вопросы. Это снижение тарифов, это количество рабочих мест, это дополнительные доходы и тому подобное. И это радует. Но меня, я с грустью думаю о том, что если не будет изменен политический курс, или не будут сделаны какие-то изменения в отношении и приоритетах, то нас ждут даже на много плачевные времена. Почему? Первое. Нет никаких факторов и предпосылок, чтобы ситуация в целом внутри страны и во внешнем факторе изменилась в лучшую сторону. Даже плюс к тому, канцлер Германии госпожа Меркель сказала открыто, что кризис в Европе будет продолжаться по крайней мере лет еще пять. Это первое и очень важное. А я вернусь к идее, что наша страна имеет довольно большой процент влияния внешнего фактора на внутренние процессы. Мы зависим очень сильно от того, с кем мы имеем политические и экономические отношения. И уже на уровне того, что падает экспорт и импорт со стран Евросоюза, это направляет на мысль, что не все так хорошо. Второе. Наше правительство и наши правители все больше нас убеждают в том плане, что мы должны подписать договор о свободной торговле с Евросоюзом. Я думаю, что по моему мнению, субъективному мнению, это нанесет сокрушительный удар по последним, остаточным сегментам местного производителя. Потому что наш производитель еще не готов к жесткой конкуренции, особенно в кризисное время. Почему? Потому что у нас очень энергоемкое производство. У нас очень большие стоимости производства. И у нас в Республике Молдова всегда продукт будет стоить намного выше, чем в странах Евросоюза, которые имеют больше рынка, которые имеют более объемное производство, чем наши производители. И по отношению к украинским производителям, и по отношению к русским производителям, наши производители будут проигрывать, не говоря уже о производителях Евросоюза. Поэтому это ведет к уничтожению реальной экономики Республики Молдова. Все страны, которые прошли через этот этап, после подписания договора о свободной торговле, имели довольно плачевные результаты. Через это проходила и Польша, и Чехия, и Румыния. Про Румынию уже и говорить не стоит. Поэтому появляется вопрос, что делать. Не нужно суваться головой в петлю. Нужно немножко остановиться. Если наши правители не послушают специалистов в области экономики, не экспертную среду, то нас, конечно, ждут очень плачевные времена. Потому что я говорю о том, что, конечно, можно пожертвовать чем-то. Чем-то собственным. Я имею в виду даже до уровня материальных каких-то ценностей. Но жертва национальным достоянием, а я имею в виду, когда подпишем этот договор, что будут уничтожены основные направления реальной экономики, это сельское хозяйство, то, что на сегодняшний день у нас еще один из главных факторов, это промышленное производство, которое еще имеет определенные позитивные моменты, и это интеллектуальный труд. Потому что интеллектуальный труд, он необходим только для традиционных рынков. Для специфичного рынка Евросоюза мы не готовы. В конечном итоге у нас, мы должны открыто и четко говорить, у нас правительство ведет антинациональную политику. Потому что граждане говорят одно, а они делают другое. К чему это может привести? Ухудшение социально-экономических показателей можно привести к социальному взрыву. Некоторые говорят, что мамалыга не взрывается, имея в виду направленное на нашу традиционную мамалыгу или на нашу традиционную кухню, я не согласен с ними, потому что буду возвращаться к этому примеру постоянно. Очень большое количество наших граждан находится за рубежом. На сегодняшний день легальные переводы из-за рубежа доходят до свыше 1,4 млрд долларов. При ухудшении этих показателей у нас в Республике Молдова может произойти негативный взрывоопасный тренд. И в конечном итоге мы можем прийти к социальным бунтам. Нашему производителю негде девать свою продукцию, нет инструментария нужного. И в конечном итоге все, что делает правительство, делает правительство для того, чтобы удержаться у власти, а не для решения каких-то конкретных задач в экономическом или в политическом плане. Получится у них стабилизировать ситуацию? У меня большие сомнения. Сомнения в том, что используемый инструментарий, он недостаточен для того, чтобы сбалансировать ситуацию. Нужна новая политическая повестка дня. Новые экономические политики, которые бы дали бы возможность не только привлечь иностранных инвесторов, но и дать возможность нашим местным инвесторам делать инвестиции. Зачем нам иностранные инвесторы? Вот подумайте чуть-чуть. Наши граждане перечисляют легально свыше миллиарда четыреста миллионов. Мы говорим о крупных инвестициях в 15 миллионов, в 20 миллионов, в 30 миллионов. А здесь астрономические суммы – миллиард четыреста миллионов долларов. Это только легальная часть, которая проходит через банковскую систему. Но мы-то знаем, что эта сумма в три раза больше. Это означает, что ежегодно в Республике Молдова поступает свыше 4 миллиарда долларов. И все эти деньги, все эти финансовые потоки пользуются бандитами для обогащения. Это и в банковской сфере. Почему господин Георгиев направлял взор на банковскую систему? Это и в системе обмена. Это и монополизация определенных сфер влияния в экономическом плане и в политическом плане. Ну и давайте поразмыслим вместе, подумаем вместе. А какое из правительств сделало бы какую-нибудь программу или проект инвестирования, долгосрочного инвестирования нашими гражданами в нашу экономику? А я вам могу привести пример. Скандал в парламенте, когда либерал-демократы предложили немножко снизить бюрократическое бремя на перевод земельных участков, которые находятся вблизи магистрально-транспортных артерий по территории Республики Молдова. Я имею в виду перевод их сельскохозяйственных угодий в земли под строительство. Тут же появился интерес у либеральной партии, которая имеет в своем введении, или будем так говорить, в своем кармане Министерство транспорта, говорит, нет, это наша зона, мы здесь должны решить. Вы понимаете, даже такой проект, как реконструкция дороги, само по себе инвестирование, поднимает капитализацию. Значит, стоимость одной сотки вблизи вот этого, этой трассы, растет. Само действо, не говоря уже об инвестициях в эту трассу, потому что человек думает, а завтра появляется покупатель, который хочет инвестировать, там построит ресторанчик, паркинг, ПЕКО. Само по себе действия приводят к капитализации. А вот вы сейчас подумаете, если бы государство создало фонд долгосрочного инвестирования и развития инфраструктуры. Вот они имеют программу 1 плюс 1. Один ли инвестирует гражданин, один ли правительство. Так вот, правительство принимает решение. Мы на 10 миллиардов делаем долгосрочную программу по инвестициям в этот объект и перечень объектов. Граждане, дорогие, инвестируйте 1 лей, получите 2 лей инвестиций. Вы подумаете, сколько инвесторов будет? Вы должны подумать и направить свой взор на количество поступающих денег. Не имея таких предложений со стороны правления, люди направляют эти деньги на что? На собственные инвестиции. Покупают дома, недвижимость, всякое там, и на потребление. Поэтому, не имея четких экономических политик, мы теряем. Почему теряем? Потому что политика нынешнего правления направлена на потребление. Гражданин потребляет из того, что он добывает своим трудом, а правители потребляют то, что платят граждане в бюджет. Значит, некоторые делают ошибку, говорят, демократия – это тогда, когда правит народ, суверен. И они ошибаются, они не знают, что принципы демократии появились в Европе. А в Европе всегда говорили, правят правители от имени народа. Но, к сожалению, получается, что не всегда во благо народа. И у нас именно так и получается. Когда есть олигархические политические кланы у власти, всегда будет так. Поэтому мои прогнозы негативны на последующем. И дай бог, как говорят на национальном, ментам Молдаван учали пюрмы. Предопределил развитие – это избрание президента. Хоть и нет, да, но неважное событие, для меня, по крайней мере. Ну, избрали Тимофти. Ну, не избрали бы его, другого бы избрали. Потому что рейтинг Тимофти сам за себя говорит. Один процент – это даже не смешно. Но его избрание сохранило альянс во власти, скажем так. Его избрание распределило в какой-то мере политический контур власти. Его избрание укрепило данный альянс. И вот создает новую конфигурацию власти, новую политическую ситуацию. И предопределяет многие события, которые были позже. Ну, и, безусловно, еще важным событием было, с моей точки зрения, запрещение символа победы. Для меня это не символ ПКРМ. Поймите правильно. Серб и молот – это вообще ничего, мало что имеют общего с коммунистической партией Молдовы. Она и не является такой, она является партией коммунистов, кстати. Это не коммунистическая партия. Запрет символа победы, понимаете, это огромный удар, да, и по истории, скажем так, и по цивилизации, если хотите. Это приравнивание марксизма, который вышел из гуманитарного, из просвещения вышел, с фашизмом, который вышел как антипод просвещения, как идеология, которая плюет на просвещение, на гуманизм. На, как вам сказать, на нормальное развитие человечества. Вот приравнивание этих двух идеологий, доктрин и структур, понимаете, это действительно огромный откат, с моей точки зрения, назад. Люди этого не понимают. Сейчас они, понимаете, как вам сказать, наполнили ненавистью, что коммунисты туда-сюда. Причем тут коммунизм и символика, и марксизм вообще? Причем тут? Это две разные понятия. Коммунизм молдавский или советский, и марксизм вообще? Это совсем другие вещи. И победа. Понимаете, вот то, что мы плюнули на, как вам сказать, символ победы, на то, за что боролись и погибли миллионы людей, вот это действительно, наверное, является самым главным событием вообще по своей значимости. Если избрание президента, это не главное событие по значимости. Оно главное потому, что оно предопределило структуру. А по значимости вообще это главное событие, которое, мне кажется, что здесь совершена глубокая ошибка. Глубокая ошибка. Я в этом убежден, и дискуссии, с моей точки зрения, это не подлежит. Вот такая оценка. Самые наши большие беды, значит, по Приднестровью. Ситуация будет ухудшаться, потому что диалога никакого внятного нет. Кишинев ничего предложить не может. И более того, я скажу прямым текстом. Наши власти не знают, что делать. Ну, не знают они. И поэтому вот такое, разброд и шатание. Но ситуация будет только ухудшаться, к сожалению. Экономическая ситуация сами наши телезрители, думаю, чувствуют на себе. Но по прогнозам, которые я видел и по последним, значит, это Эдмимуар, что оставили здесь из Международного валютного фонда и Всемирный банк анализ. В общем, тяжелые времена ждут нас в следующем году, очень серьезно. Ну, а на фоне этих двух вопросов, что может быть, что мы можем ожидать? Что еще кто-то приедет? Ну, пусть приезжает, welcome, конечно, но я не вижу правильного направления развития нашей страны, это не так должно все идти. Я бы видел, что есть проблема, и люди ею занимаются без популизма и лозунгов. И тогда мы с вами будем беседовать в несколько ином режиме, более оптимистичном, потому что будет сложно просто так кого-то критиковать. А так, пока вокруг творится, что творится, говорить о внешней политике. Внешняя политика вообще это продолжение внутреннее. Не может быть успешной внешняя политика, если внутри страны проблема. Это абсурд, то есть это нонсенс в принципе, априори. Почему за рубежом все говорят, что у нас история успеха, а внутри страны нужно ездить на бронированных автомобилях? Да, то есть чего-то они боятся, чего неизвестно. Извините, если был слишком категоричен. Самая важная, мне кажется, вещь, которая будет происходить, это ухудшение экономической ситуации. То, что там эти партии между собой друг к другу бьют физиономии в парламенте, это бог с ними. То, что там приезжают эти чиновники, приезжают и забывают. Сейчас никто уже не помнит вообще, о чем говорил здесь Байден или о чем говорила Меркель, хотя тоже был такой там-там. Но вот экономическая ситуация – это реальная проблема. То есть уже чувствуется всеми этот кризис. Казалось, что он как бы все такие хихоньки-хахоньки, шутки, но действительно это уже сейчас очень сильно бьет и по Молдове. Кризис в производстве, кризис во внешней торговле, кризис бюджетный, кризис с энергоресурсами. То есть вот эти вещи в банковской сфере тоже не все хорошо. Допустим, ситуация со Сбербанком, один из крупнейших банков, он находится сейчас фактически на грани банкротства. И у него как бы по закону надо отзывать лицензию или принимать какие-то срочные меры по его санации. То есть я думаю, что вот такие вещи, вот это реальная угроза для властей. То есть не оппозиция парламентская или внепарламентская, а экономическая ситуация. Это угроза для властей, но все равно они как бы, я думаю, это все переживут. Никто альянс распускать не будет, досрочных выборов никто проводить не будет, потому что не они этот альянс создавали, не им решать, когда его распускать. Будут обычные регулярные выборы, до них еще долго. Я думаю, что вот это такая ситуация, такая болота, вот эта бодяга, она вся будет тянуться, тянуться и тянуться. Люди, может быть, будут еще больше разочаровываться, покажут те же социологи. Но при этом каким-то странным образом люди, при том, что все больше разочаровываются, почему-то готовы голосовать за те же самые партии, которые сегодня находятся в парламенте. Я думаю, что никаких изменений в плане улучшения не будет происходить. Я уже говорил о том, что следующий год, это год перед годом выборов, а это значит, что партии будут, и политики будут сконцентрированы на укреплении позиций своих собственных партий. Никто не будет предпринимать каких-либо реформ, изменений. Никто не будет бороться с коррупцией, потому что это рискованно. Да и не те политики у нас. Мы убедились в том, что и в более благоприятной ситуации они ничего не способны делать или бояться. Это огромное разочарование для всех нас, такое качество политического класса. И поэтому надо ждать ухудшения ситуации при таком качестве управления. И при том, что финансовая стабильность зависит исключительно от денег, поступающих из-за рубежа, то ли в форме переводов, то ли в форме грантов и кредитов, то мы полностью зависим от внешней помощи. Единственное, что может поддаваться анализу, это насколько внешняя помощь сохранится, увеличится, уменьшится. Если она будет, значит, это власть еще сможет продержаться какое-то время. Если с поступлениями из-за рубежа будут проблемы, то, естественно, у этой власти будут очень серьезные проблемы. Мы, тем не менее, имеем шанс получить в конце следующего года статус, даже не получить статус, а подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом. Почему? Объясню. И подписать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. И не потому, что будут какие-то прогрессы здесь у нас. Потому что получение вот этого статуса и подписание этого соглашения о свободной торговле обусловленной реформой в системе судебной и обусловленной борьбой с коррупцией. Этого не будет. Я абсолютно уверен. Но, тем не менее, есть шансы. Почему? Потому что не исключено, что такого рода соглашения будут подписаны с Украиной. Сейчас происходят интересные вещи. Должны были последовать какие-то инициативы со стороны Украины в плане сближения и интеграции в таможенный союз. Визит Януковича отменили, перенесли. В рамках которого эти вещи должны были обсуждаться в Москве. Идут какие-то изменения в этом смысле происходят. Я думаю, что Европейский Союз смягчит свою позицию в отношении Украины. Там были проблемы в связи с арестом Тимошенко, в связи с тем, что Янукович предпринимает жесткие меры по разрушению оппозиции. Ну и не только с оппозицией связано, а и с экономикой. Там проблем не меньше, чем в Молдове. Тоже есть проблемы олигархизации, коррупции и так далее. Во всей вероятности, Европейский Союз для того, чтобы не дать Украине вступить в таможенный союз, будет более конструктивен и смягчит свой позицию в отношении Украины. И Украина получит соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле. И Молдова, конечно, в этом смысле геополитически попадает в этот же мейнстрим, как говорится. Попадает в эту же колею. И в этом смысле есть у нас шанс все это получить. Хорошо это или плохо, посмотрим. Нет, сейчас сложно сказать. Я, во-первых, хочу поздравить творческий коллектив Альфа-Нью с журналистом. С тем, что они сделали в этом году. Альфа-Нью стал серьезным медийным ресурсом, который приглашает интересных людей, которые делают интересные передачи, которые смотрят и слушают все больше и больше людей. Я желаю в следующем году увеличения аудитории и новых творческих достижений. Зрителям Альфа-Нью с желаем в новом году счастья, здоровья и веры в то, что тяжелые времена пройдут и будут праздники на нашей улице. Всем, всех благ. Мне хочется пожелать моим согражданам, чтобы в будущем году, но если не в будущем, то хотя бы в ближайшей перспективе, мы могли с гордостью говорить о том, что мы живем в Молдове. Не стесняться того, что это самая бедная страна в Европе, что у нас процветает коррупция, что наша власть думает о том, как набить свои карманы, поделить денежные потоки, а не решать вопрос реально создания рабочих мест. Чтобы она реально боролась с коррупцией, а не имитировала эту деятельность. Я хочу, чтобы наши дети учились в школе, а не просиживали дома, потому что нет автобуса, а школу в селе закрыли. Я хочу, чтобы на столах наших сограждан были нормальные продукты питания, чтобы они нормально одевались, и чтобы они с радостью шли на работу и с еще большей радостью шли домой. Уважаемые зрители и читатели информационного портала Альфа-Ньюс, «Уходит 2012 год, тяжелый год нашей жизни, наступает 2013 год. Все наши проблемы не исчезают, все с нами, и нам предстоит их решать. Однако 2012 год уходящий надо провожать, и всегда нужно провожать его только с мыслями о хорошем, что было в уходящем году. У каждого из вас есть друг, родственник, любимый, жена и брат. Вам есть что вспомнить хорошее в отношениях семейных и дружеских. Поэтому в новогоднюю ночь поднимите бога друг за друга, поздравьте со всем тем хорошим, что уходит вместе с 2012 годом, и постройте свои планы на 2013 год, и верьте в то, что вы друг другу поможете их реализовать. Как правило, это надежда на счастье и на благополучие. Без денег жизнь всегда складывается хуже. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив информационного портала Альфа-Ньюс. Это Сашу, который управляет и звуками, и светом, и камерами. Это Григория, который монтирует передачи. Это Вячеслава, который ведет знаменитую студию «Свободы». Свободы граждан, сказать свое мнение о том, что происходит в стране. Это же главного редактора «Лену», которая каждый день выдает справедливые и честные новости о политике, об экономике, о социальной жизни, и, конечно же, в первую очередь, о ваших проблемах. Я очень надеюсь, что все приглашенные в этом году политики, политологи и простые люди Альфа-Ньюс имели возможность донести свои мысли через этот истинный, честный и свободный канал как средство массовой информации, так как мы сегодня, к сожалению, из официальных источников информации и средств массовой информации контролируются Альянсом. Правды о нашей жизни не знаем. Мы ее чувствуем из того, как мы живем, из отношения государства к нам и из того, что планов у нашего государства нет. Поэтому планы должны строить мы, молдавский народ и те политики, которые сегодня борются за молдавский народ. Я всех прошу чаще обращать внимание на информационный портал Альфа-Ньюс, потому что это портал, который стал истинным рупором мнения молдавского народа. Всех вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым, счастья вам и благополучия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова